Страдание небессмысленно. Второе послание Коринфянам, 1 глава, с 1 по 11 стих. Павел, волею Божией апостол Иисуса Христа, и Тимофей брат Церкви Божией, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахайи, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец Милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит при содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. Размышления, часть первая. Утешение и спасение. Второе послание Коринфяна, первая глава, с первого по седьмой стих. Павел начинает свое послание Коринфянам с прославления Бога, Отца Милосердия и Бога всякого утешения. Апостолу, как и многим другим верующим, приходилось сталкиваться с жестокими гонениями и тяжелыми проблемами, но он знает, что Бог способен дать утешение и спасение в трудные времена. Павел объясняет, что верующие могут утешать других, потому что сами получили утешение от Господа. Мы, христиане, можем участвовать в страданиях Христа, но апостол напоминает нам, что и наше утешение умножается Христом. Поэтому, встречаясь со страданиями, мы можем не бежать от них, а стойко переносить их, зная, что наша надежда на Бога. Он производит в нас терпение и мужество, нужные нам, чтобы нести утешение окружающим. Как вы реагировали на страдания в прошлом? Как будете реагировать на них в будущем? Размышления, часть 2. Надежда на Бога. Второе послание Коринфянам, 1 глава, с 8 по 11 стих. Павел так настрадался в Асии, что даже не надеялся остаться в живых. Но теперь понимает, почему Господь допустил подобные события в его жизни. Апостол объясняет, что во времена страданий он научился надеяться на Бога. Он говорит, что благодаря Божьей милости, явленной ему в страданиях, теперь он может свидетельствовать о том, что Бог избрал его от погибели. Иногда на нашу долю выпадают такие тяжкие испытания, что у нас может возникнуть искушение засомневаться, на наше ли старание Бог. Но в этом случае мы должны вести себя, как Павел, который всегда уповал на Господа, зная, что у него есть сила воскрешать мертвых. Бог верен и действует во благо любящим Его. Если в вашей жизни идолы, мешающие вам в страданиях, положиться на Бога, какие шаги вы можете предпринять, чтобы избавиться от этих идолов? Молитва Отец Небесный, я знаю, что даже когда я страдаю, Ты действуешь. Помоги мне переносить страдания с правильным состоянием сердца, продолжать уповать на Тебя и Тебе доверять. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok